всем привет блендер 2 91 и так уилбор есть а вот анимации с ним нет давайте что-нибудь такое замутим он же у нас пилот вот набросал я немножко тут взлетную полосу песочка немножко добавил и вот задний фон такой ну все по простому обычно сделал вот такая штука сзади барханы и так значит что планы мы пока эти все скроем нам понадобится просто уилбор вот уилбор что я хочу ему сделать для первого полета так что у него тут так значит включим кости и в обжиг мод тем кто скачал конечно это персонажа и хочет попробовать той каноном пади р я сразу установлю ему на глаза очки потому что он летит вот так что еще тут происходит значит так под это дело очки были не запланированы поэтому немножко нужно так рекламами я достала зайти именно скульпт мод меня бывает сейчас немножко с микрофоном в ноутбуке чуть-чуть такой казус что я голову если отвожу то он получается что сбивается так это вытяжка значит вот вытягиваем так что еще тут то где это лямка вот эту лямку чё-то я не вижу так вот так вот и побольше и вытащу чтобы ее было хотя бы тут видно это с очками тут еще вот косточки возможно ставить чтобы все это дело вытягивать но пока не суть вопроса очки должны быть на глазах так да прикольно они у него тут выглядят все тут такое все в принципе нормально так он последний момент и вот это дело чуть-чуть можно вперед так очки более менее на глазах шлемофон тоже теперь нужно зайти значит в обжиг мод а в пост мод уже заходим и будем что-то этакое делать так свет камеру можно отключить так а выделяем все наши вот эти косточки тройка на нам паде это значит g уводим его вот сюда вверх потом подкорректируем таймлайн установлен теперь выбираем значит тут эти кости вот именно вот эти косточки нагибаем его и вот эти ножки выбираем g как у гуся р уводим назад g поднимаем и вот эту тушку так получится нет вот так чуть-чуть прижимаем вот с тушкой тут тоже с косточками чуть-чуть будет наверно эти затяжки но ничего так выглядит прикольно вроде так еще что можно сделать давайте его побольше наверное тройка на нам паде и побольше загнем вот так вот во теперь нужно сделать первую анимацию взмах крыла так это значит g это крыло опускаем вниз единица нам паде r перекручиваем g уводим сюда и уводим сюда опять же здесь на этом персонаже нужно немножко сделать корректировок и вот на эту косточку на инверс кинематик тоже корректировку ну и на эту сторону тоже так это значит вот так а это значит вот таким вот образом так теперь это крыло нам тоже нужно опустить вниз так так и перекрутить g еще пониже это крыло и тоже перекрутите чуть пониже в натяжку это крыло значит впереди это крыло впереди а вот с этим немножко так здесь надо ключицу немножко r опустить вниз во и это крыло чуть-чуть наверное в бок единица нам паде р крыло тоже перекрутить и g а сюда с этим крылом тоже r немножко наверно его перекручиваем и уже вроде как первый взмах крыла нормально пишем а и лак рот персонаж должен двигаться вперед значит так это он здесь верхняя точка у него будет теперь получается нам нужно на каком кадре этом по прошлым роликом ну давайте на пятом кадре g крыло поднимем джи вот так вот к верху и вот это крыло джи поднимем тоже к верху так ну вот это крыло нужно немножко теперь опять перекрутить вот так вот вот и вот это крыло тоже джи как бы назад и и перекрутить вот так вот м джи сюда немножко ключицу наверно перекрутим вот теперь вроде как-то весело похоже и и так тоже вот так ну а с этими перьями уже потом можно будет корректировку сделать так джи крыло сюда вот так как-то нормально пишем а и лок рот почему я сейчас сразу не передвинул я хочу сделать вот эти вот кадры взмаха именно на месте и потом уже так вот вот этот кадр менять уже не надо просто можно первый кадр шифт д перетащить на 10 так почему у нас так а и лок рот 10 10 это да делит кей фрейм пошли крылья к верху во и получается шифт д на 10 кадр у нас уходит эти крылья во вот такая штука смотрим на пятом кадре на пятом кадре надо будет его опустить вниз значит перетаскиваем так еще что косяк в чем что в обжиг мод я не выбрал вот эти вот косточки еще заходим в пост мод и переписываем выбираем вот эту кость вот эту кость тройка на нам паде значит R вот так чтобы висели вот эти вот наши штуки английская а и лок рот переписываем на пятом это все дело так значит на пятом кадре выбираем вот эти косточки давайте их R немножко вот так единицы на нам паде и R так чуть-чуть вот так вот подсогнем о что вдоль корпуса типа и лок рот ну и десятки заменим кейфрейм шифт д на десятый первый кадр а нормально вот это уже нормально теперь что нам нужно сделать нам нужно сделать движение вперед пятый кадр а выбираем так смотрим как он будет лететь значит на пятом кадре он должен G так ctrl z почему отпадает у нас вот эта штука так а почему так ctrl z перевязываем ее вот на эту кость а лучше вот на эту ctrl p бом так пробуем опять же а и лок рот все это дело переписать и теперь если мы выберем G ctrl z выбираем теперь смотрим что он нам дает это значит set origin 3d геометрии и пробуем по новой постмод английская a g блин раньше ж не двигался так если мы вернем его на первый кадр и удалим вот эти кадры delete keyframe и делать тогда анимацию сразу полет это G он все равно продолжает отрываться ну давайте переназначим ctrl p object keep transform так да получается а G во вот теперь object keep transform нормально себя действует теперь значит на пятом кадре тройка на нампаде английская а значит здесь он уходит вниз вот так а и лок рот и на десятом G он уходит как бы к верху чуть-чуть а и лок рот вот нормально и теперь вот эти кадры мы копируем делаем делаем так не эти три а вот эти два и ставим shift D на пятнадцатый и двадцатый переписываем пятнадцатый значит R G G пониже пониже а и лок рот запоминаем где находится у нас десятый кадр так чуть-чуть я тут сбился раз раз и пятый значит пятнадцатый G R A и лок рот и двадцатый так пятнадцатый теперь вот что делаем еще единицы нам паде значит R вот так A I лок рот на десятом R перекрутим его вот так A I лок рот и вот чтобы такая сбивка пошла тройка тройка на нам паде смотрим где пятнадцатый запоминаем и теперь к этому пятнадцатому G чуть дальше отводим его R перекручиваем A A и лок рот смотрим вообще что получилось это вот у нас только секунда вот он летит возможно сильно быстро потом надо будет дело это все регулировать регулировать и теперь нам нужен какой кадр двадцать пятый на двадцать пятом кадре нам нужно выпрямить выпрямить ему крылья так единица нам падить G R перекрутить и вот это крыло тоже G R перекрутить все он сейчас должен уже как бы парить планировать и теперь мы делаем какую штуку в принципе никакую все нормально это значит прописываем A и лок рот и теперь двадцать пятый значит G вот сюда A и лок рот перепрописываем на тридцатом кадре G ниже его ставим тоже пишем а и лок рот тоже пишем а и лок рот так так это значит не сбиться тройка на нападе здесь он должен воткнуться уже мордой в землю значит что у него подгибаем голову вот так вот это будет у нас уже тридцать тридцать пятый кадр подгибаем подгибаем вот так вот чайник и здесь он должен врезаться с землей английская A R перекручиваем G вот так его вминаем в землю в асфальт так вот эти вот тоже можно подзагнуть шарф хвост R теперь делаем побольше так и кстати вот здесь вот нужно делать прогиб теперь побольше это значит R английская A это значит G единица на нападе смотрим чтобы крылья не упали ну не зашли в асфальт далеко это значит как то вот так R перекручиваем получается что то в таком духе R еще можно лопастя чуть-чуть прикрутить тоже эти лопастя чуть-чуть опускаем и вот эту часть крыла R вот так вот пишем а и локрут смотрим как он входит в землю так здесь у него уже земля и и значит на сороковом кадре идет столкновение и значит он должен пролететь какое-то время значит это G а и локрут опять же проверяем сразу смотрим что вообще тут получается так на сорок пятом на сорок пятом у него должна подняться голова R вот как-то так наверное вот как-то так наверное а и локрут и вот это все дело G еще наверное чуть-чуть протащим вот так вот смотрим сдалека как все происходит нормально на 50 кадре на 50 значит у него должна вот это хвост должен R опуститься чуть-чуть а вот эти лапы задние так где они тут подняться выше чтобы их потом аж видно было вот вот так это значит не ту косточку взял ctrl z так тройка на нампаде единица нампад под правой рукой это циферки нолики плюсики там находятся вот так теперь делаем динамику а динамика получается в чем что G это крыло опускается опускается а левое должно подняться и чуть-чуть как бы согнуться и талия таз перекрутиться хвост тоже должен перекрутиться в другую сторону вот так а это лапа вот это лапа G должна как бы вот здесь так вот быть не пардонте вытаскивается лапа а вот это лапа должна G опуститься вниз почему просто этот бок прижимается а этот как бы приподнимается и нога вытягивается балансируя что-то в этом духе так и еще немножко это все дело а G протянем а и локрот смотрим ну в принципе прикольно так тут главное чтобы движение какое-то шло так вот на 35м тоже потом можно немножко поменять тут всякие вот эти выкрутасы чуть-чуть создать движение хвостом значит какие-то перья можно перекрутить ну чтобы движение создавалось что ну не просто туша падает так что еще ну а и локрот во и в экран прям посадка так а вот здесь вот уже получается на 55м кадре будет нехорошо надо это крыло G R так это еще больше R перекрутить G как бы на излом хвост теперь опять же в эту сторону и лапа эту не видать а это лапа G уходит уже вниз так и торможение торможение заключается в чем что вот эта часть вот эта часть то бишь зад должен еще больше показаться и получается а тройка на нампаде R еще больше вот это все выпирать к верху и получается здесь уже маленькое движение должно происходить не длинное так раз и так вот R как бы поднимается к верху а и блок рот и тут уже поменьше можно поставить покадровки или давайте просто тоже на 60 и здесь он падает падает значит R вот эта голова единица на нампаде перекручивается чтобы он типа вот так лежал выпрямляется R у него тело английская A R все перекручивается так как-то да G G вот так пониже R ну короче вот так единица на нампаде R крыло теперь вот это G он как бы пытается так G вот так затормозить R и R и вот это крыло так тоже делаем G вперед семерка на нампаде R перекручиваем перья вперед и тоже загибаем загибаем все это идет торможение и значит голова не должна быть перевернута единица на нампаде это значит R и значит R вот так ее выпираем ну и вот этот что тут у меня с шарфом где его косточка вот это кто у нас вот она так шарф немножко подправим так вот с шарфом надо еще конечно поработать будет что он тут как он тут почему подтормаживает и теперь вот эту косточку шарфа R то бишь вперед а эту так R ну нормально чтобы ее видно было вот так это так ну и лапы лапы опять же не забываем он он идет на торможение а G вот лапа одна сюда уйдет так вторая значит G R перекрутку делаем G ее вперед кидаем и опять же R перекручиваем это далековато что-то в таком духе ну и не забываем возвращать на место вот этот вот корпус это где-то так G косточку можно еще вот эту поджать тройка на нам паде G так это A и G вперед о идет торможение A и локрот ну и 65 кадр давайте его приведем в нормальное положение так вот R жопу R крылья вперед R тоже перекручиваем или даже вот наверное теперь крылья G уводим R назад тоже перекручиваем G вот так R так будет наверное лучше смотреться раз тело идет вперед то вот эти крылья пусть уходят назад ну я так себе представляю ну ничего сейчас что-нибудь все равно получится так это значит R так перекручиваем и G и R назад а голова голова вот это значит так на 65 он остановился английская английская тройка на нампаде и вот так как бы задирается чуть-чуть еще прокатится а и лок рот ну и на шестьдесят восьмом опустится вот так бац и клювом так вот этой частью вот так вот а и лок рот там шестьдесят восемь кадров так надо еще паузу ему создать чтобы он немножко типа подергался полежал ну пусть до сотого кадра и ставим сто кадров ну здесь конечно тоже можно добавить движения какие-то там трепыхания ушибы и так продолжаем я тут немножко отвлекся значит у нас выходит вот такая анимация смотрим что не так ну в принципе он машет возможно как-то резко идет угол у него маленький идет на посадку надо чуть-чуть угол побольше было и чтобы он дальше пролетел и потом только соприкоснулся с землей ну это не столь важно важно понять как тут все устроено и вот у нас сто кадров да сто кадров это получается где-то почти пять секунд это значит где тут у нас внешний вид переключает так забыл я на секунду переключения ну ладно потом надыбаем давайте поставим ему теперь асфальт так ставим асфальт песок текстур нету я сейчас их по прошлому ролику вот так вот экс темал дейт и нижняя функция находим где все находится подключаем смотрим пошел он значит на посадку если вот в этом сороковом кадре вот эта штука еще нормально будет выглядеть вот где клюв в асфальт уходит да так что у нас тут еще так сороковой и вот опять же шарф шарф опять реклама да я ее маму так где тут шарф вот он по моему наверно да это шарф это шарф переписываем а и локрот смотрим где он еще шарф ушел это вот здесь вот здесь в этой точке шарф надо конечно еще немножко поразбираться где то я что то не так сделал и вот 35 и 40 кадр вы видите что хвост торчком значит на 35 можно хвост еще немножко загнуть как бы вперед сделать еще движение так вот допустим приподнялась крыло и локрот а на 40 на 40 вроде как втыкается и уже хвост можно немножко опускать а и локрот здесь дальше опять идет что хвост поднимается все правильно что у нас получается клюв в асфальт чтобы не входил вот здесь уже вот это есть нехорошо значит нужно эту голову так единице на нампаде больше перекрутить R ну так как то вот крыло тоже здесь косточек здесь косточек бы еще побольше добавить или ну чтобы мягче вот эта часть сгибалась тоже нужно с этим делом поработать а и локрот ну вот уже даже и ракурс хороший а вот эти ну вот вот эти вот эти вот части перья R хорошо бы загинать чтобы они в асфальт тоже не входили а и локрот так что у нас здесь здесь у нас крыло глубоко погружено именно в асфальт это тоже не очень красиво так вот эти части можно R немножко помягче сделать вот так и пишем тоже а и локрот словом идет корректировка вот к асфальту так 55 тоже здесь шарф слетел так как то вот сюда его наверно R перекручиваем так ну и можно вот эти еще штуки шарфа чуть-чуть поперекрутить чтобы малого видно было так вот эту часть R перекручиваем и вот так как то все детали тоже будет интересно смотреться когда все это дело правильно сделано мягко все чтобы все работало вот тут на 55 тоже клюв уходит слишком глубоко нужно и тут голову R перекрутить возможно даже еще вот так приподнять а и локрот и вот здесь вот так будет не видно здесь в принципе все нормально G какие-то детали возможно не будут видны на анимации и поэтому если где-то вот крыло ушло в асфальт а он будет вот так вот выглядеть смотреть вперед то возможно их надо поправлять если все это дело красиво выглядит конечно ну давайте еще а и локрот перепишем так так как-то так и вот здесь вот наверно эти перья R поднимем так здесь крыло опять же уходит слишком глубоко а и локрот здесь уже посадка нормальная но клюв клюв так здесь уже наверное и шею надо поднимать вот так вот а и локрот и что у нас дальше происходит а дальше у него происходит вот такие вот муки нормально вот движение какое-то идет единственное я бы еще добавил на сотый кадр вот сюда вот так вот этот таз G R и вот как будто оба на и в этот бок и чуть-чуть перекрутить вот так вот так теперь опять же шарф я забываю его конечно так наверное выбирать поэтому вот такие вот движения у него он должен выбираться именно с той косточкой но если мы выбираем голову то ее желательно выбирать потому что она привязана как бон так а и локрот ну давайте посмотрим что все произошло вот он летит бац бац и тут трепыхается охи вздухи а вот еще на каком-то моменте ну здесь вот нет такой возможности потому что он в землю врезается а вот если когда вот он уже смотрит допустим вот в этой вот здесь вот на нас на сотом кадре то можно закрыть рот еще или открыть его вот так вот так какие еще приколюхи можно делать да ну давайте вот G выберем каску чуть подправим а а и блок рот чтобы она на рендере белым пятном не была тоже чуть-чуть отошла можно вот перекрутить шляпу допустим сейчас ctrl z ну как то вот так вот может сделать G чтобы глаза его было видно а и блок рот но тогда нужно и на 69 все это дело проделать так допустим R G вот так и как бы возможно еще R вот так по приколам по смешному чтобы было а и блок рот вот все шапка поднимается уже смешнее будет это оп когда клювом бьется и на все очки наверх ушли прикольно и так у нас здесь получается 5 секунд анимация ее можно конечно растянуть или уже рендер чуть-чуть увеличить скорости уменьшить или увеличить где будете делать допустим монтаж там еще можно немножко с этим делом поэкспериментировать но вот эти кадры и блок рот все надо прописать тогда анимация будет мягче но когда вы не отрегулировали допустим все моменты вот движение перьев крыла там каких-то анатомических возможностей персонажа то все кадры вот так не добавляйте потому что вы их просто физически не сможете переписать ну каждый отрегулировать для этого вот блокинг и существует вы раскидываете блоки вот эти базовые именно моменты и потом вот эти моменты корректируете а потом допрописываете или где-то так оставляете S1 S2 S3 в анимации вот эти вот кадры используются и вот вы их можете прописывать видите не все можно прописать а допустим 34 36 потом 40 вы можете пропустить и допустим 42 локация там 44 локация и вот так вот потихоньку я тут уже немножко больше прописал поэтому система не получается ну здесь вот ее можно показать вот допустим у нас есть первый пятый можно прописать четвертый и шестой а вот второй третий не трогать так я микрофон не закрыл рукой просто тут выделяю ну теперь вот девятый и одиннадцатый и вот такая система ну если кадров вот в каких-то местах будет мало то у вас будет прерывистая такая анимация некрасивая грубоватая я стараюсь прописывать именно больше кадров тогда вроде как помягче персонаж двигается без сбоев ну таких квадратно гнездовых движений ну конечно можно прописать их все вот эти кадры и вокруг и вот уже видите он помягче так оп уже движение у нее побольше классная штука вот ракурс еще взять прикольный чтобы это все дело видно было так что еще можно сделать я сейчас все это дело пока сохраню добавляем в object mode shift а и добавляем мы добавляем экосферу делаем ей с вот она вот такая штука выделяем ее и заходим в edit mode ставим единицу нам пади рентген и попробуем половину этой сферы удалить delete вертиксы control z значит английская а выделяем попробуем подразделить чтобы побольше больше тут было всего ну так хватит чтобы резалась нормально вниз выделяем delete вертиксы заходим в object mode и вот на эту всю сферу нужно поставить материал сейчас я скачаю небо и попробуем подставить текстуру именно image texture open находим где она находится ну давайте вот эту сначала попробуем перекручиваем делаем шейдер smooth делаем s побольше так еще можно еще побольше и вы видите что камера уже не видит вот эту штуку нужно камере поставить больше расстояния выбираем камеру находим ее настройки и ставим focal так 50 миллиметров 1000 метров ну давайте поставим 3000 посмотрим 0 вот все нормально G опустим небо пониже ну тут можно добавить конечно фон какой-то сделать нормальную растяжку вот этой всей площади так ну и попробуем еще одно небо так open десктоп а если вот такое небо поприкольнее мультяшное поставить так ctrl z ctrl z ctrl z на сферу тогда угу ну такое штормовое небо но семерка на нампаде надо будет вот сферу немножко перекрутить под ракурс вот r ну наверное как бы вот так вот вот что-то в таком духе так семерка на нампаде еще немножко развернем подыщем нормальное небо ну вот это небо уже получше будет под настроем теперь камеру можно ее даже прописать так так как это все дело сделать значит найдем вот эту мертвую точку 0 так это значит g вот вот так допустим ракурс будет да ну главное чтобы не близко так семерка на нампаде можно немножко камеру подальше оттащить вот так 0 нажимаем о вот это нормальный ракурс уже так где она тут пропишем ее вот на этот кадр и локация камера прописана теперь нужно вот он идет на посадку но камера не видит именно вот это первый взмах кадров да ну что можно сделать если мы удалим сейчас вот этот delete keyframe последний кадр и просто камеру на камеру добавим именно constraint track 2 слежение и слежение допустим за вот этим персонажем арматура камера ну вот какую-то кость выбрали раз 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 и вот посадка бац в принципе нормально все прикольно слежение камеры есть если вам неудобно будет эту камеру использовать то есть камера вот мне больше нравится dolby камера rig и это крана ну типа камера с краном тоже прикольная так ну что еще ну в принципе все допрописываем кадры выставляем по прошлым роликам именно куда сохранить рендер desktop accept формат mpeg и все делаем рендер и смотрим ну можно поработать еще в шейдингах конечно выбрать асфальт и сделать ему более такой вот песку более такой цвет нормальный так теперь что у нас тут есть план вот он асфальт можно потемнее сделать чтобы белый альбатрос на нем лучше выглядел такие отблески сделать или просто вот так вот поматывай вот так будет нормально ну и небу тоже чуть-чуть металла добавить так и вот потемнее вот так теперь смотрим выставляем свет лихт включаем вот здесь со светом теперь нужно настройки чуть-чуть помудиться так layout много света надо выставить потому что под куполом он тут немножко по-другому себя ведет смотрим ноль на камере вот вы видите какой внешний вид ставим допустим 500 это слишком ярко уже будет 12 ну вот нормально но асфальта не видно нужно дополнительно еще фонари выставлять так далее все всем пока до свидания этим вы уже возможно сами займетесь ну такой был эксперимент по полету по-другому до свидания